День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.юа. Меня зовут Татьяна Ящука, а у нас сегодня в гостях галкипер Донецкого шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов. Рустам, здравствуйте. Мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Все, что сейчас хочется сказать болельщикам футбола, личным болельщикам, вы можете это сделать. Здравствуйте, будьте счастливы. Как приветствие, такие прощания часто. Ну, да, счастья и мира нам сейчас, кстати, не достает очень. Собственно, мы хотим вас спросить о том, как же сейчас происходит этот момент, что вы галкипер Донецкого шахтера, да, мы вас представили, на сборы так и не поехали, вот какая-то такая прострация. Что происходит в вашей карьере? Да, ничего, наверное, особенного не происходит. На данном этапе происходят переговоры между клубом, в который я могу перейти, и шахтером. Это все немножко затягивается, потому что один клуб был в Бразилии, другой был уже в Турции, вместе с руководствами. Это все, знаете, разница во времени и всякие сложности возникают. Поэтому я вот, к сожалению, получилось так, что я эти сборы провел самостоятельно. Так, погодите, в какой момент вы там, говорите, да, позвонили и сказали, не едешь Рустам? То есть вы до последнего были уверены, что едете с шахтером, работаете с шахтером? Нет, я был предупрежден уже заранее, где-то за... Это даже было до Нового года, поэтому я знал, я уже знал в отпуске и работа пошла по этому направлению. Так, а кто позвонил, кто сказал, как вообще объяснили? Сергей Анатольевич просто сказал, что, ну, устал. Но я уже и подозревал, если меня не заявили на чемпионат, то уже ж ясно, что зимой надо что-то менять. Или, короче, в трансферный период, в ближайший, надо что-то менять, как можно быстрее. Поэтому, для меня это сюрпризом не стало даже с лета, поэтому... Так, Сергей Анатольевич, это он вот тоже в недавнем интервью говорил, Худжамов хороший вратарь, ищем команду. Только на украинский сейчас смотрите? Или были какие-то предложения, или, в принципе, там, звали куда-то? Нет, звали за границей, ну, понимаете, звали настолько далеко, что и полгода без семьи, я понимаю, что профессионал должен такое терпеть. Но, если есть варианты в Украине поближе и куда-то далеко, там, там, просто минимальный перелет 5 часов, ну, как-то, как-то я решил остаться здесь. Так, а что сейчас принципиально, вот именно играть, или есть какие-то там финансовые условия, ну, что для вас важно, какие-то амбиции клуба? Да нет, играть, играть в первую очередь. Понятно, что не хотелось бы, конечно, терять зарплату, но, опять же, это все можно, об этом можно разговаривать спокойно, договариваться, и... Главное, конечно, свои интересы тоже уметь защищать, потому что не всегда в Украине получается, знаете, так, и то, и то, надо что выбирать. Ну, в общем, надо договариваться, и, наверное, мы будем это делать. Так это вы говорите об арендном соглашении, или это будет уже в Украине? Да, да, по крайней мере, я знаю, что тот клуб пока настроен на аренду, и все зависит от меня, как я смогу себя проявить. Если я проявлю себя, то, может, они захотят меня купить, но это, опять же. А в Шахтере как работает, кто оплачивает контракт в эту аренду? Ну, зарплату платит игроку Шахтер, даже если он в аренде, или это уже клуб, который берет игрока? Насколько я помню, доплачивают не все, и то могут доплачивать, могут не доплачивать. Опять же, как ты договоришься, если ты нормально себя ведешь, нормально сумеешь построить разговор и договориться с людьми, то тебе могут пойти навстречу. Если ты нормальный человек, если ты с ноги открываешь дверь и начинаешь там гузить, то, конечно, ну, кто такой свиноти не захочет что-то делать хорошее. Вас связывали с металлургом запорожским, это этот клуб, с которым вы ведете? Да, да. Ну, по крайней мере, Евгений Боровик рассказывал, что с ним очень нехорошо поступили, когда закончился у него контракт. Якобы даже форму экипировку забрали и сказали, мол, уезжай куда хочешь. Вы не боитесь, что будет какое-то такое повторение истории, что вот такие тоже какие-то некрасивые вещи все-таки? Нет, нет, не боюсь. Даже если вдруг такое произойдет, хотя я в это не верю, что это может со мной произойти, потому что я, наверное, склонен верить в лучшее и видеть в людях лучшее. Надеюсь, что не произойдет. Так, а с кем вы там ведете переговоры и насколько вот вам, ну, вы лично обсуждаете? Я лично пообщался с главным тренером, а уже все остальное веду не я. С господином Томахом, который все совмещает? Так он вас видит первым номером или он тоже говорит, вот приедь, поработай, посмотрим? Говорят, что видят, но опять же нельзя, чтобы такие слова несли расслабление. Наоборот, они должны мобилизировать, поэтому если я приеду раскладной, то какой первый номер? Надо быть реалистом. Так, чтобы не приехал раскладной, где сейчас занимаешься, как занимаешься, как часто? Каждый день, часа по три где-то, как минимум. Здесь вот в институте физкультуры есть тренажерный зал и там я занимаюсь. Самая индивидуальная установка издеваться над собой. Изначально я была, вот я стараюсь этому следовать. Так, это помогает, ведь нужна еще какая-то игровая, можно же играть с аматорскими командами или нет? Ну, я не уверен, что я ездил, играл с ребятами в футбол, но я не думаю, что я мог бы заявиться на кубок Макарова. Никто не понял, поэтому вот такие предложения, кстати, были. Рядом, пока там команда уехала, можешь с нами поиграть, там за нас поиграть, там потренироваться. Но это прямой конфликт с моим контрактом, поэтому такая ситуация, зачем провоцировать? Только нельзя было договориться? Ну, допустим, даже Олимпик участвовал там, да? Ну, какая бы волна поднялась бы сразу в интернете, что я там перехожу туда и пришлось бы объяснять. Лишняя нервотрепка как для Олимпика, для меня и для Шахтера, понимаете? Спрашивают, какими языками владеете в совершенстве? В совершенстве? Наверное, как и многие в этой стране, русский и украинский. Не в совершенстве, ну, я понимаю английский и, в принципе, знаете, бывает такое, как озарение. В принципе, могу неплохо общаться. Но на следующий день это озарение может пройти, я могу с тем же человеком сидеть и просто хлопаю глазами. Поэтому английский еще надо подтягивать. Так, были такие амбиции? Потому что очень многие там учат язык, потому что есть амбиции выступать где-то в Европе и нужно учить, дабы понимать партнера. Все-таки для этого? Ну, мне уже 32. В 32 надо быть реалистом, потому что, наверное, в Европу я не попаду. А для себя надо знать. Если ты хочешь нормально в мире себя чувствовать везде, в любой точке, то, конечно, надо знать английский. По крайней мере, понимать и какие-то элементарные вещи уметь объяснять. А португальский на базовом уровне когда-то был в Шахтере, наверное, тоже без этого никак. Ну, по крайней мере, где-то года через полтора в Шахтере все, что говорил мистер, я все понимал. А, кстати, вот как мистер отреагировал или участку отреагировал на то, что вы все-таки уходите из команды? Это вот был его посыл, что не стоит? Сейчас, наверное, не знаю, от кого инициатива исходила и не могу ничего по этому поводу сказать. Ну, так общались вообще с ним? Потому что... Ну, там, на сборах, на первых, когда я летом приехал, были такие чисто деловые, как бы, разговоры по делу. Перед игрой, там, сделай тур, там, обратив внимание на это, там, все. Такого сверхъестественного ничего не было. А если я работал, я, ну, как бы, я не лез. Я не сторонник того, чтобы ходить к тренеру, там, чего-то выяснять, сидеть у него, там... Это не поможет. А так по душам пообщаться? Просто понять, вот, что человек хочет от тебя? Нет. Нет? Так, а вот эта история, когда, там, Луческу не хотел отпустить вас в металлист в прошлом, вот, год назад. Он же говорил, Худжамов, наш игрок, сильный вратарий, он не нужен. Или, по крайней мере, он нужен, не должен быть в металлисте. В тот конфликт вы как-то обсудили после этого? И как так вообще случилось, что он за вас отвечал? Абсолютно нет. Мы не обсуждали его, я смысла не вижу. Своего мнения он не изменит и не изменил бы в той ситуации. А мне идти и устраивать там скандалы и разборки тоже не к лицу, поэтому... Он посчитал дело так и посчитал нужным, что он мог сделать. Ну так, а вы пожалели об этой ситуации, потому что все-таки, ну, вроде было все уже на мази, и уже говорили, заявляли и вы, и то есть мы все видели, что вы занимаетесь, да, работаете с металлистом, и все представители Харьковского клуба говорили о том, что вот-вот 99% вы уже в клубе. Скажем так, первый месяц, когда я этого не перешел, я очень сильно жалел, но когда у них начались всякие непонятные ситуации внутри, даже не финансовые, там ту Евгения Красненкова убрали, там непонятно что, ну вот такой вот там начался, не поймешь, где ты выиграешь в будущем, где ты проиграешь, что ты приобретешь или что потеряешь, это никогда ты не сможешь узнать достоверно, поэтому... Поэтому я стараюсь не жалеть. Но все-таки были бы вы даже в Харьковском металлисте, это же более прямая дорога, допустим, в сборную Украины. Нет? Моя, моя, вернее, мой опыт мне показывает, что я, что мне как бы ничего так просто не падает, мне все, что что-то надо выгрызать, поэтому... Значит, такая у меня дорога и такая судьба, ну что же мне жаловаться? Вот так вот получилось в моей жизни. Что теперь, мне надо только подстроиться под эти обстоятельства и работать дальше, а не опускать руки и ныть. Вот я не попал в металлист, как же это жалко, елки по все, я, наверное, не буду в футбол играть, нате перчатки и останьте от меня. Да, ну так получилось, это жизнь такая, что ж поделать. А Николай Павлов сейчас не звал, сейчас у него вообще такой тоже коллектив молодежи, ему бы как раз нужен такой стержень, кто бы всех держал в кулаке и не звал обратно? Нет, не звал. А вы с ним общаетесь, потому что он очень хорошо о вас отзывался всегда? Ну, после ухода нет, как-то не довелось нам не созвониться и увидеться, даже так ни разу не получилось. А с кем вы с ним действительно есть тренер, потому что у вас много тренеров было, с кем поддерживаете вот такие хорошие отношения тренеров-ратарей? Да, да, все из Харькова, еще я с Юрием Петровичем Силухой общаюсь, с Михаилом Ильичем Михайловым очень часто общаюсь. Вот, с Андреем Владимировичем Трахтилом тоже из Ильичевца мы общаемся, созваниваемся без проблем абсолютно. Мне как бы сложно тоже переступить, знаете, там, звонить главному тренеру, это как бы непонятная ситуация. Я не люблю навязывать себя, потому что никогда не поймешь, как люди отреагируют. Подумают, ты нормальный парень, адекватный, просто звонишь, узнаешь, как дела, или тебе что-то надо. Вот, я вот как бы стараюсь держать сюда дистанцию. Ну, на день рождения, если бы поздравили. Это нормально, да, это нормально, без проблем. А вы, кстати, только в одном из интервью рассказывали, что Михаил Ильич Михайлов, он вообще для вас как такой психотерапевт, что ли, что вы с ним делитесь всем. До сих пор вот так настолько близко общаетесь? Сейчас, может быть, реже, потому что у меня стало меньше времени такого, знаете, сесть, я могу спокойно сесть позвонить, потому что я всегда чего-то делаю, там, то есть с одним ребенком, там, или со вторым, или помогаю жене, что-то вот. Но мы стараемся созваниваться и с ним общаться все равно. Даже не то, что психотерапевт, он не указывал, он смотрел все игры, смотрел обзоры, он говорил там, обрати внимание, ты там делал то-то, не так, или это было хорошо. То есть он разбирал мою игру, даже когда я уже не был в «Динамо». Так это он сам смотрел, а потом вы как-то обсуждали, или он по вашей просьбе говорит? Нет, 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 так он сам смотрел. Так он вас часто ругал, или говорил, все-таки вырастили хорошего футболиста? Ну нет, ну ругал, я говорил чаще, чем ругал, к счастью. Так это он повлиял? Вы считаете, что это, наверное, вот Михайлов сделал из вас вратаря, вот такого, которым вы есть? Да, все базовые навыки, все то, что касается включения головы и мозга обвороток, это все его, конечно, заслуга. Он все это вложил в меня, воспитал, вырастил. Ну, тут, понимаете, в высшей лиге, если посмотреть, сколько вратарей, которые прошли через него, такое достаточное количество. Поэтому Михайлович как бы вылепил меня из пластилина, а уже дальше передал людям, которые там чего-то еще довкладывали. Немножко уверенности в себе, немножко психологии, немножко еще физику, знаете, там, ну, разный тренер, бывает, как и главный тренер, так и тренер вратарей. Можно там загнать с мячами, можно аккуратно вратаря выставить, сделать ему то, что с ним, вернее, то, что тебе надо. Так, вообще говорят, что вратари-то же такая особая каста, и особенно психологически сложно с ними работать. Вот у нас господин Сивидов сидел, сказал, что он вообще с каждым вратарем отдельно. Все время разговаривал, все время отдельно его настраивал на игру. А у вас кто был тот тренер? Или как вы настраиваетесь, возможно, самостоятельно, там, на то, чтобы сейчас прошло все хорошо? Самостоятельно, конечно, надо с собой работать, уметь, и с собой надо уметь разговаривать. Ну, вот то переключение тумблера, которое поменяло меня изнутри, произошло в Харькове. И я не могу сказать, что, знаете, что конкретно вот этот человек сделал для меня вот это, Юрий Петрович. Да, повторюсь, Михаил Леонидович Михайлов, он меня как бы сделал, вылепил и вложил в голову какие-то понятия, а вот уже все равно дорасти до уверенности в себе мне надо было самостоятельно. И поэтому Юрий Петрович, он стоял перед каждой игрой, мы даже бывало теряли время на разминке, он стоял и пять минут со мной, смотрел мне в глаза, там, и чего-то говорил. И вот поначалу, он мне говорил так, ты, поначалу были у тебя глаза такого олененка перепуганного, а потом же с каждой игрой я смотрю на тебя увереннее, увереннее, спокойнее, 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 и вот уже и потом все-таки пошло. А после игры, если вдруг что-то не удается, кто успокаивает, и кто вообще дает какие-то там силы все забыть? Семья, скорее всего. Семья, опять же, не могу сказать. Там где-то ребята могут подбодрить, там подойти, сказать, что ничего страшного, там тренера могут. Вот у меня была ситуация в Мариуполе, я только пришел в Мариуполь, там пятая или шестая игра была за них, и мы играли в Динамо в Мариуполе. Я там такого наварил и привез гол, 1-0 мы проиграли. Ну, кошмар вообще. Мне было стыдно не то, что мне хотелось идти мыться где-то, знаете, под краном в парке. Не заходить в раздевалку. Я думал, ну, ребята так отнесутся не очень хорошо. Но все тренера до одного подошли, подбодрили и сказали хорошие слова. Это помогло в дальнейших играх просто не сойти с ума. Вернее, перед дальнейшими играми. А после, кстати, вот такой вот нехорошей игры, или, допустим, даже не самой провальной, но пускай для вратаря, да, но проигрышной, спите как? Плохо. После любой игры очень плохо сплю. Я где-то около пяти часов утра засыпаю. У вас лучше не трогать или все-таки, как говорите, подбодрить, надо что-то сказать? Это зависит от того, насколько я злюсь на себя. Если я очень сильно злюсь, это может, конечно, перепасть. А если философски воспринимаю это все, то проходит нормально для окружающих. Ты уже научились философски воспринимать? Потому что Александр Владимирович Шилковский, он говорил, что он когда был молодой, он в каждую игру, ну, молодой, он и сейчас, в противете сил. Но, тем не менее, он все время очень переживал, там несколько дней вообще отходил, прежде чем вообще вступил, начать думать о будущей игре. Такое же было. Сейчас уже нормально все? Ну, сейчас часто бывает, что я спокойно отношусь ко всему. Ну, иногда бывает, что начинаю себя корить, да, елки-палки, да, куда ты пошел-то, зачем ты там это сделал. А вот если бы, особенно в конце чемпионата, а если бы вот там бы отбил, и там, 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 сейчас бы было бы там, в такой бы зоне УФА были, начиная себя как бы накручивать. Ну, это, да, пару дней такое длится. Потом уже дал себе таких пару пощечин, ты привел себя в порядок и нормально. Так, на самом деле, вы так все помните, ну, там, там, там что-то не удалось. Сейчас какая-то такая самая страшная ваша ошибка, кажется, вам. Ну, приходит на ум, да, вот здесь мог спасти или там что-то. Это сразу, моментально. Аш, понимаете, если ты ошибся в сложной ситуации, когда там какая-то была, там, ты не видел момент удара или еще что-то, сложная ситуация. Ну, ты понимаешь, да, где-то чего-то тебе помешало. Если в простой и ошибся только ты, вот это вот, вот опять же, вот эта игра с Динамо. Когда я пошел на выход, ты вроде бы его доставал, послушал команду защитника, недопонял ее, убрал руку. И когда уже мяч надо было доставать, уже все, поезд уплыл, как говорится, и добрый вечер, 1-0 на выход. Так, а должны выслушать защитник или защитник вас? Кто вот в этой вот последней зоне должен быть главным все-таки? Не, ну, всегда люди, которые уже играют друг с другом какое-то время, они должны понимать, какие-то есть команды, когда ты просто говоришь слово, человек уже на автомате это делает. Это касалось, я играл и с Сашей Чижовым, и с Колей Ищенко, и с Ваней Ардицем. Ну, он так помоложе, конечно, мне так не подсказывало. Но, по крайней мере, они знали, что я могу сказать там в той или иной ситуации. Я уже даже слова старался не менять, потому что у нас опять такая ситуация была с Сашей Чижовым. Я сказал другое слово, не такое всегда. И он убрал голову, и нам попали в штангу, и тоже чуть не проиграли. Так командный голос выработался у вас? Тренировали специально? Да нет, просто так орал на окружающих. Ну, после игры, конечно, там поначалу начинается чемпионат, после каждой игры такой просыпаешься, такой хриплый. Как будто бы выкурил там за ночь пять пачек сигарет. Ну, с каждой игрой, знаете, связки усиливаются, усиливаются, накачиваются. И потом уже без проблем написано. Так это какое-то такое слово, Саша Чижов не понял? А какое слово? Я сказал ему «играю», а он почему-то подумал, что я сказал «играю». Хотя я такого никогда не говорю. Вот, он убрал голову, попадая в штанг, опять «Динамо» играли. И мы друг друга чуть не съели, вот в раздевалке. Ты мне это, я тебе то, и вот так вот было. А можно так? Лезяли так вот именно потом в раздевалке сразу же выяснять отношения? Не, ну мы не дрались вообще, это не было там у какого-то рукоприкладства. Мы просто с ним немножко, немножко на повышенных тонах такого вот выясняли. Я там, он мне говорил, ты что такое сказал? Я говорю, Саня, ну ты что? Ну, в общем, ну, как бы я не буду себя воспроизвести, потому что вас запикать не успеют. У нас вообще не запикают, по-то мы слышим, как вы нехорошие слова говорите. А тут, кстати, вы уже говорили о том, что в Харькове было один из самых лучших ваших периодов, в принципе, в период такое становление. А вот тут болельщик спрашивает, все-таки, ну, Прустам, ну, почему же после Харькова вы пришли в Шахтер Донецкий, а не в Динамо Киев? Там был такой комплекс причин. Первая основная, то, что я дал слово Шахтеру, что я к ним перейду за две недели. Мне потом, когда уже Динамо обратилось, мне стало непонятно и обидно, почему я воспитанник Академии, который проиграл, отыграл, вернее, два года с половиной в Харькове практически без замен, почему я не смог обратить на себя внимание. Мне только захотели тогда, когда мне захотел Шахтер. Мне стало это непонятно и обидно, ну, почему так? Ну, конечно, самый решающий был фактор, то, что я дал слово, потому что я слово стараюсь держать. Я понимаю, что люди могут сказать, там, деньги, деньги. Мне в Киеве предлагали в два раза с половиной больше денег. Это я сидел и разговаривал с Игорем Михайловичем, мне предлагали очень большую зарплату. Это тоже было после предложения Шахтера? Конечно, конечно. И люди, которые там обвиняют меня в том, что я там почему-то пошел туда-сюда, я слово отдал в первую очередь. И мне иногда просто смешно говорят, а, за деньгами повелось. Опять же повторюсь, то, сколько давали мне в Киеве, они никогда не в жизни не предлагали. Поэтому это все обвинения такие странные. И плюс еще самое главное. На тот момент у меня была Михайлова в «Динамо». Был бы он, конечно, когда я вам говорил, я бы перевернулся бы на руки и пошел бы к вам из Донецка. Или из Харькова на руках. Потому что мне с ним очень интересно работать. У него не было в тот момент в Киеве, поэтому... Ну, а если бы ДКБ вот «Динамо» опередила Шахтер в том предложении, все-таки обида бы сыграла своего? Вы бы подождали, ждали бы другого предложения или пошли бы? Нет, если бы «Динамо» Киев позвал бы в тот момент, сомнений не было бы никаких. Несмотря на то, что опять-таки была бы конкуренция с тем же Шевковским и «Богуш» там был в тот момент, а «Богуш» еще не было. То есть уже эта конкуренция вас не настолько пугала? Нет. Ну а как? Выбирать команды там, где уратаря чего-то там, грубо говоря, не получается. Или ты знаешь, что ты его 100% прибьешь, но это называется саму себе врать. Зачем этим заниматься? Ты будешь выбирать так вот. Если я не потяну, здесь вот... Ой, боюсь, наверное, поеду туда. Ну, что это такое? Ну, донат – короткая футбольная жизнь. Надо попробовать себя в разных ситуациях. Надо хотя бы знать на выходе из футбола, кем ты был. И уже знать, кем ты есть сейчас. А вообще в Киевском Динамо это было возможно? Вот так вот подвинуть Александра Владимировича? Или ему настолько вот слепо все время доверяли? Ну, возможно, не слепо, но тем не менее доверяли более, чем остальным. У него были же разные периоды. И Виталий Крово играл, и Саша Кремонов приезжал. В большинстве своих случаев, когда Шевковский травмировался или что-то у него не получалось. Но если смотреть правде в глаза, он же заслуживал играть. Да. Поэтому, как ни крути, если он был в порядке, то подобраться было практически нереально. А он в порядке был практически всегда. Поэтому вот это вот. Так и до сих пор так получается? Вон тут Коваль сидел на вашем месте и тоже говорил, что вот в Гаверлу вроде и съездил. И сейчас опять работать и работать. И то, возможно, еще и не доработает до своего. Или как? Ну, вот вы сейчас видите, какой вариант развития событий. Допустим, в Динамо, если смотреть так отстраненно. Все-таки Шевковский заслуживает еще своего контракта там на несколько лет? То, что Шевковский заслуживает контракта, это однозначно. А рассуждать, кто из вратарей сильнее в другой команде, кто слабее, будет некрасиво. Во-первых, потому что я не обсуждаю вратарей. Или, по крайней мере, стараюсь. Пока мне никто ничего этого не сказал. Для меня я нигде стараюсь этого не делать. Макс молодой, у него еще все впереди. Тоже касается и Саши Рыбки. У них есть прекрасный пример перед глазами. Саша сколько? 20 сколько? 6, по-моему, или меньше? Да, Шевковского. А, Александр Владимирович. Да, да. Так, 40 уже есть, да? 42? У них прекрасный есть пример перед глазами. Как надо со собой следить, как надо к себе относиться, что надо кушать, что делать, как работать. Можно до 40 лет играть. Можно и больше, как показывает опыт. Можно. Так, слушай, а вот если говорить, что делать, что кушать, чем заниматься, если говорить о вашем опыте, вот, допустим, день Рустама Худжамова, что кушать, чем заниматься, ну, то есть, допустим, в виде спорта, кроме футбола, допустим, как себя развивать и как себе еще там стремиться к чему-то более-более. Я так зайду издалека. Я когда-то получил травму свою первую, мне делали операции, зашел в клинике Ленько, у него был помощник, я просто не помню, к сожалению, фамилию. Он был, что был вратае. Он мне рассказывает, говорит, Рустам, ты вратае должен заниматься и теннисом, и боксом, и карате, развивать со всех сторон свой организм. Я так посмотрел, думаю, ну, что это за глупости, зачем он такое говорит? Зачем он пришел, взорвал мне голову, у меня и так колено болит. Потом уже где-то лет через 10 я понял, что он же прав. Он же прав. Ведь в каждом виде спорта можно взять что-то полезное для ворот. В боксе это быстрота рук, например, и реакции. Плюс перемещение, ну, конечно, все бы не выхватить. В теннисе тоже челноки, которые пригодятся в воротах. Ну, можно в каждом виде спорта найти. В карате это какая-то там растяжка, спокойствие. Можно всегда что-то для себя найти, если есть такая задача. Поэтому мой распорядок дня, предположим, вчера, проснулся, треснул овсянку. Что дальше делал? Съездил на рынок за продуктами для детей, ну, там всякие мандаринки такое. В это время у меня была сумка в багажнике, я поехал в тренажерный зал, три часа там барабанил, все, и потом уже спокойно поехали с женой поужинать. Ну, такой вот без фонотизма. Такой, кажется, обычный-обычный день, да. А слушайте, а в тренажерном зале, кстати, мышечную массу можно вам набирать? Потому что для вратаря это же, наверное, довольно сложно потом как раз двигаться. Я с железом не работаю. Я с железом уже не работаю, потому что, ну, действительно, можно превратиться в такого робота, который даже руку будет поднимать там две минуты. Есть сейчас замечательные там тренажеры TRX, на которых можно развивать, работаешь с собственным весом, в принципе, то, что в воротах тебе и надо, вытягиваешь его куда тебе надо в любом направлении. Кардио, скакалка, приседания, прыжки, бокс, TRX. А как работаете над тем, чтобы вот именно там, вот как Виталий Рева рассказывал, что нужно медитировать, нужно заниматься йогой, нужно там самопознанием, дабы потом, вот когда же он там в пенальти угадывает, потому что только видит вратаря, а уже как бы видит бьющего внутренне, как бы. Вы этим занимаетесь? Я думаю, что я еще не до роста этого. Я не на том уровне развития нахожусь, как Виталий Крова. Но вы с ним общались по такому утрости, что вот его такую практику как-то изучали? Нет, по такому не общались. Мы просто, если мы виделись, то общались просто как дела, такие поверхностные, они не углублялись друг в друга. Но он даже там книгу собирался писать, как стоит. Ну если напишешь, то я прочитаю, конечно, с удовольствием. А, кстати, учили бы такие книги именно футбольных людей, вы читали биографию, сейчас же очень много. В детстве. Так и ичи уже прочитали, и как? Блохина прочитала. Лобановского. По-моему, все. Так повлияли на вас? Я думаю, что да. Потому что книжки, которые были написаны в Советском Союзе о великих людях, они все равно, знаете, настраивали на пожертвование, на том, что спорт на первом месте. Я думаю, что повлияли однозначно. Спорт на первом месте. Если бы не спорт, ну вот даже вот сейчас вы уже как-то задумываетесь о том, что будет после спорта. Это будет тренерская карьера, это будет агент, менеджер, что ближе вообще? Давайте смотреть. Агентов сейчас миллион. Ребята с тренингскими лицензиями и еще больше. Любой футболист, который закончил, получает тренингскую лицензию. И в принципе, я понимаю, что нет такого, где может мне повезти. Надо иметь хорошие связи. Или если ты станешь, предположим, ассистентом какого-то человека на тренера в ротаре, в его штабе, то ему тоже должно повезти. То есть такие факторы, которые от меня не зависят, не влияют, а в принципе, вернее, я на них не могу повлиять. А если будет это в футболе, хорошо, я постараюсь, чтобы так получилось. Если нет, я буду себя искать в другом деле. Я в принципе уже знаю, в каком примерно представляю. В каком? Бизнес-жилка у вас есть? Нет, бизнес-жилки нет, но все узнает. У меня жена просто сейчас занимается одним делом. У нее получается, а я хочу быть как она. После футбола. Хорошо, мы погуглим, чем занимается. Хорошо. Спрашивают, а вот вас когда-то назовите лучшего комментатора страны, ну или хотя бы тройку. Хотели бы себя, кстати, попробовать в этом амплуа, покомментировать матчи. Вы знаете, я часто ловил на мысли, что это очень сложно комментировать. Целые 90 минут вам надо приведить какие-то факты интересные. Перед игрой надо перелопатить о двух командах кучу информации, чтобы людям это интересно донести. Я понимаю, что очень непросто. То же, как и быть экспертом. Тебя там за 20 секунд, пока камера на тебя смотрит, что-то умное выдать. Так вы же можете. Ну, иногда же можете заклинить, поэтому... Мне было бы интересно, конечно, попробовать себя. А по поводу комментаторов я не хочу никого обижать. У нас достаточно много хороших комментаторов. В принципе, мне нравится, как работает Вацко на футболе и Кобельков на 2 плюс 2. А всех, ну, как бы, всех ребят, они все хорошо работают. И кого-то, вы знаете, выделять или не выделять... Я же говорю, я знаю, вот... Вернее, слежу, как ребята вот эти двое работают, а все касается... Ну, вы же лично с ними тоже знакомы? Ну, и лично тоже, да, да. Это как-то влияет там уже на восприятие того, что, ну, хорошо, он же мой товарищ классно комментирует? Нет. Я, наоборот, могу написать, что ты лепишь. Бывает такое. Особенно, если это касается каких-то вратарских... Делаю, ну, что за глупости? Даже во время эфира могу по WhatsApp-у так... Что ты говоришь такие глупости? Прислушиваются? Нет. Не поддаются. Это им минус. Хорошо. А, наверное, нас наверняка же звали, наверное, даже в эти вот последние полгода, там, как эксперта на телевидении, потому что сейчас 2 плюс 2, тем более они сейчас постоянно в таком поиске. И что? Боитесь заклиниться на 15 секунд? Не-е-е, абсолютно этого не боюсь. Во-первых, человеку надо уметь над собой смеяться, даже если он где-то ошибся или запарился, грубо говоря. Ну, ничего, посмеялись, дальше работаем. А я просто не хочу, как бы, вступать в этот конфликт сам с собой внутренне. Я футболист или уже эксперт? Кто я? Надо понимать. То, что я там подвис полгода, ну, я же тренировался ежедневно с тренером вратарей, в шахтюре все нормально. И сейчас сидеть умничать, потом ехать тренироваться, ну, как-то мне еще пока... Я не хочу совмещать. Понятно. Спрашивают, какой лучший период в вашей карьере был, и правда ли, что вы в свое время могли оказаться в России? Ну, в России были такие разговоры, конечно, предлагали. Это был последний год. Я себе слабо представляю себя в России. Это именно за последний год вы себя слабо представляете в России? Да, именно поэтому. А вы, кстати, сейчас следите там вот за, не то чтобы за событиями в Донецке, да, за тем, что происходит именно, у вас же осталась, да, квартира в Донецке. Вы там понимаете, как там сейчас, что делаем, ну, что? Пока там все цело. Пока. Никто не знает, как будет завтра. Или, например, через 5 минут никто не может спрогнозировать. Ну, так, слежу. Я уже смелился, что если придется потерять, ну, что же, что же понимать. Опять же, судьба такая. По крайней мере, очень много людей попали в гораздо худшую ситуацию, чем я. Люди побросали свои дома, приехали сюда в неизвестность, и им еще здесь достаются упреки. Не все люди поддерживали сепартистов. Я это знаю, я это на своими глазами. Так у вас остались вот там друзья в Донецке, которые не уехали, допустим, которые сейчас там находятся постоянно? Все уехали. Я общался, в принципе, с футболистами, и так, за вот этим кругом футболистом я-то мало кого знал. А те, кто узнал, они все уехали. Как вы вообще, кстати, переживаете эту ситуацию? Ну, вот, потому что очень же много у нас вечно спрашивают каждого гостя практически, как вы помогаете украинской армии, делаете ли вы какие-то пожертвования, госпиталь или рядом с вами. Один раз помог купить какую-то обувь специальную из Америки, и я помогаю другим людям. Я понимаю, что сейчас очень много людей обращают внимание на армию и помогают. Но есть другие люди, которым нужна помощь, и в свете этой войны от них, может быть, отвернулись люди, которые помогали раньше. Это просто благотворительными организациями помогаете? Нет. Конкретно, если нужна помощь, например, какому-то ребенку на операцию, то тогда да. Конкретно, потому что я сотрудничал с организацией в Донецке, с благотворительной. Они, в принципе, работали неплохо, но они уехали из Донецка. И они, поговорив с руководителем этой организации, много для себя понял, много там расставил акцентов нужных. Но сейчас, к сожалению, не хочу искать, потому что, знаете, я не знаю, например, на улицах, вот, подходят с коробками, куда эти деньги пойдут. Резко пропали все попрошайки, резко на перекрестках, и появились ребята с коробками. Может, они и собирают для людей, там, для раненых или для детей, для больных. Вопросов нет, но я же не знаю. Если, я, например, вижу, там, да, там, в интернете, или собственными глазами, или жена нашла, в основном, где это делает жена. Моя какая-то ситуация. Они приходят, показывают, будем помогать. Говорю, будем. Там четко ясно, что вот ребенку нужна операция. Там через, там, три месяца, когда ему сделали операцию, видно, явно видно улучшение. Значит, это хорошо. А, к сожалению, армия не помогает, не потому, что я считаю, там, или стал на какую-то сторону конфликта. Я считаю, что вот у меня есть вот это вот. А вы, кстати, когда пришли к тому, что вот такой вот благотворительности, собственно, когда малыша своего взяли, или еще до того? Ну, чуть-чуть раньше, но это было такое, насилование системный характер. Было, чисто такие случайные были, опять же. Ну, я не люблю об этом как-то говорить, афиксировать, потому что... Ладно, не стоит. Да, надо, я считаю, что надо делать в тишине. Потому что были люди, например, в Инстаграме, которые съездили в, там, полтора раза в детский дом, делают из этого фотосессии, там, куча понтов, все, потом при встрече все говорят. Ты такой молодец. Ну, делаешь все тихонько и делаешь все. Ну, в Шахтере это вообще-то какая-то такая традиция, да? У них же есть и благотворительный фонд, иногда, нету, они постоянно есть. Это все искренне? Да. Искренне, конечно. Я присутствовал при том, как там от команды дарили какому-то отделению больницы, предположим, какой-то дорогой аппарат. Это все присутствует. Конечно, это искренне и по-настоящему. Ваши детки, кстати, футболом занимаются. Как вы говорили, что старший интересуется точно. Да, он занимается. Да? В школе «Динамо»? Да. Ну, как бы, не в школе «Динамо», а он как в филиале занимается. Нравится, доволен. Полевой игрок или вратарь? Ну, такой, я ему перчатки подарил одно время, он заявил, что будет в ротах играть. И он сразу сказал, что, парень, давай оттуда отходи. Потому что я тебе перчатки подарил, это еще ничего не значит. Отходи, давай в поле, побегай, попробуй себя там, 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 потом выберешь. Сейчас носится, ну, знаете, где эти там, площадка 20 метров, они носятся туда-сюда, как тараканы, вот так вот. Поэтому пока еще там рано говорить о какой-то позиции на поле. Ну, так вы хотите, чтобы он занимался, чтобы он пошел по стопам и стал профессиональным футболистом? Пожелаете все-таки ему пройти? Понимаете, я считаю, что спорт дисциплинирует, делает тебя обязательным и ответственным. И учит, конечно, не отлынивать от работы. Поэтому я с удовольствием, с удовольствием только, если восприниму то, что, когда он станет футболистом, это будет для меня, наверное, феерия. Когда вот он подпишет какой-то первый контракт хороший, это будет вообще... Так а младшему уже перчатки или мяч купили? Ну, младшие пока еще не ходят, но за руки уводим, и мяч так активно бьет. Ну, как там, толкает, бьет, все, пинает. Станут они футболистами, и это же будет здорово. Ну, мы им этого пожелаем. С фамилией Худжамов, наверное, будет легче или наоборот? Да, я не знаю. Опять же, надо будет, наверное, доносить и объяснять, что это вас ничему не обязывает. Потому что, ну, вы так сказали, фамилия, ну, я понимаю, что я гораздо мог бы больше в футболе сделать. Это иногда давит на меня. Ну, фамилия как фамилия, успеть таких миллионов. Ну, не таких, конечно, конкретно, я имею в виду, что таких людей в футболе, как я, поэтому... Так, а все-таки мы не ответили на этот вопрос, какой был ваш лучший период в карьере? Лучший период был в карьере в Харькове. Два года до продажи в Шахтер и в Валючовце вот эти два года. Вот, вот эти вот были. В Валючовце капитаном даже были, команды. Да. А ты дополнительная ответственность? Ну, да. У вас, тем более, молодежь вся такая под контролем. Да что там, Полянский был, Чужой, Выщенко. У вас такая банда старших была хорошая. Конечно, накладывает ответственность. Просто уже начинаешь как-то острее свои ошибки воспринимать. Думаешь, руки подвезешь. Такой, ты капитан или свиная рулька? Что ты там делаешь, там то или то, там плохое? Как-то так, с себя, с собой начал жестче разговаривать. Так, а старшие должны там напихать или наоборот поддержать молодежь? Вот, ну, Тарас Степаненко в своих 24 недавно давал интервью и сказал, что, вот, я когда был помоложе, меня там, в общем, упадали. Ну, Тарас, знаешь, он вообще рано играть. Это я точно не помню, а сколько? Поэтому он уже может что-то говорить. Я считаю, что молодому футболисту надо подсказывать. И, в принципе, давай. Но, опять же, как он слушает? Потому что были вылечевцы, ребята, которые хотели слышать тебя, слушать и слышали, что самое главное. Когда ты с ними спокойно разговариваешь. Были ребята, которые, ты с ними разговариваешь, он смотрит на тебя так, думает, что ты мне рассказываешь, что это такое? Я звезда, а ты, ну, такое непонятное что. Вот тогда, конечно, хотелось перевернуть пару раз. И конфликты возникали. Приходится их учить. Но я думаю, что я, в принципе, сторонник слова. Не битья. Так вообще битье вообще возможно? Конечно, да. Но есть же люди, которые не понимают. С ними разговариваешь, они не понимают. Они тебя не слушают, не слышат, не хотят вообще. И думают, ну, это Таня. Есть такой футболист. Вернее, он уже уехал и залечился. Вот такой был. Вот он только понимал, только силу. И кто эту силу прикладывал? На тренировках там приходилось его где-то с мячом встречать ребятам пожестче. Такая была форма обучения. А вы вообще сталкивались, когда в вашу сторону такое применяли? Потому что разные тренеры бывают. Что именно, крик? Крик, рукоприкладство. Не, ну, рукоприкладство нет, но никто не трогал. Тем более, когда я уже вырос. А в детстве у меня был такой первый тренер, веселый. Он, в принципе, матерные словаки, из пулемета вылетали из него. Ну, такая была форма донесения информации. Он думал, что если ты орешь, оскорбляешь ребенка и стоишь с такими, как у карася, красными глазами и орешь на него, то это, в принципе, поможет ему вырасти в успешного футболиста. Опыт показал, не помогло, да? Не помогает такая. Помогает. У него, сколько, у него в команде получается Лисицкий, Кутас, Шевелюхин, Я. Еще были пару ребят, мы уже закончили. То есть, в принципе, с одной стороны помогает, но с другой стороны убивает все внутри. Поэтому я не думаю, что это было правильно. С одной стороны, опять же, если смотреть на результат, да. Его методика принесла какие-то плоды. Он Виталий Владимирович Квартиан, он же как причал язык, все его раздевалочные разговоры и тому подобное. И команда показывает. Все ребята, которые с ним работали, говорят, что, в принципе, он такой только во время, там, два часа до игры и два часа после. Его не стоит злить, там, он не любит каких-то, там, отсутствие каких-то качеств футболиста, там, о самой отверженности, там, еще чего-то. Ну, как бы, я не знаю точно. Ну, тоже результат дает, поэтому, да, каждому свое. Спрашивают, на что потратили вашу первую зарплату? Первую зарплату отдал с очень гордым видом родителям. Практически всю. Она была у меня 155 гривен, и еще за Динамо 3 на замене посидел, и 150 гривен была премией, и того 305. Я когда получил, очень-очень гордо это все делал, взял телефон, приезжайте. Все, они приехали, где-то, по-моему, гривен 250, или даже все отдал, точно не помню. Да, это у меня только надо было привязывать за веревочку, как шарик носить, а взлетело вообще, я ходила. Тогда уже, когда осознанно, ну, поняли, что футболом можно зарабатывать деньги, и не только вы на что потратили. Да не помню уже, честно говоря, не помню. Не могу даже вообще, даже примерно вспомнить. Ну, как-то так вот повелось в Украине, что ли, все, что все думают, что, да, футболисты, это же обязательно должна быть красивая машина, там, да, дом, еще что-то, куча всяких развлечений. Рустам Худжамов, он такой, вот, вы сразу гнали за каким, ну, вообще гнали, если за какими-то там материальными вознаграждениями, это для вас вот такая статусность, она вас обважна? Ну, особо нет. Я понимаю, что я могу себе позволить, в принципе, любую машину, но, опять же, не будет ли это, едим-то, кощунством, потому что у нас люди еле с конца с концами сводят, а я буду менять машину на машину, и с ума с вами. И, опять же, нет никакой гарантии, что я не пожалею, там, через 10 лет о том, что я поменял 5 машин и потерял на этом 10 тысяч, предположим. Тоже надо думать о будущем. Выбрал себе машину, ездишь на ней, там, у меня машина есть, которой 5 лет. Все спокойно, на ней езжу и без проблем. Ну, квартира, конечно, нужна. Я первым делом, я хотел себе машину, очень хотел, очень хотел, но я работал для этого 5 лет. Это я заслужил новый контракт с Динамо. Я попросил, пришел к Игору Михайловичу, попросил, говорю, ну, как там, в плане подъемных можно мне помочь, я хочу машину приобрести. У меня было хорошее настроение, он говорит, да, конечно, без проблем, дал. Я сразу заказал Мазду 6, елки-палки. Да. Вообще. Так это, ну, вообще. Так, погодите, это же клубная машина, или это вы тогда... Нет, это была уже моя личная. Да. Так это все еще зависит от настроения Игоря Михайловича, пришел к хорошему. Ну, я не знаю, мне как-то так повезло. Я, честно говоря, я не знаю, я не слышал каких-то там разговоров. Просто я считаю, что мне повезло. Может быть, потому что это были огромные деньги для меня на тот момент. Я считал, что еще до сих пор считаю, что мне повезло, я был счастлив безмерным. Как так? А вы сейчас, кстати, когда я с Игорем Михайловичем бывает встречаетесь, руку жмете, обсуждаете, Рустам, вот мог остаться. Не обсуждали, у него очень много своих дел, да, предположим. Я себе тоже, опять же, слабо представляю, как я с человеком со старшим буду сам лезть или навязывать в свое общение. Если человек что-то спросит, я, конечно, поговорю с ним и отвечу, но так вот. Это касается не только Георгия Михайловича, а любого человека, который старше меня. Это даже, а, кстати, президенты клубов вообще не часто общаются с игроками или там как-то пытаются донести свою мысль, там заходят в раздевалку, такое вот. Бывает. И кто такой хороший оратор, который может объяснить, что, как и когда? Ринат Ахметов так делает? На моей памяти это было один раз, но это не было такого, знаете, как накачан. Просто пришел, поговорил с коллективом и все. Просто там ребят, как думал, все у вас хорошо, все. Вот это единственное. Бойко в Мариуполе тоже приходил перед чемпионатом. Там, ребята, у нас есть такая задача. Давайте будем к ней идти. Там есть у вас какие-то вопросы, проблемы, если у кого-то что-то есть. Давайте поднимайтесь, говорите, спрашивайте, будем обсуждать. Он приезжал, опять же, там, в последнее чемпионат. О, ребята, хорошо играем, давайте не сбавлять. Это всегда были такие мотивационные разговоры больше. Никакой накачки я такой не помню уже. А штрафы мотивируют игроков? Кто-то провинился, заплатил, подумал, оп, в следующий раз так делать не буду. Ну, меня бы мотивировало, думаю, если бы я там влетел бы на приличную сумму, я бы в следующий раз не делал бы. А на какой приличную или неприличную влетали? Максимум это было, по-моему, я опоздал в Металурге в Донецком на сбор команды на 2 минуты. Меня штрафовали на 100 долларов. Даже, да? Да, там надо было приезжать на базу, расписываться. Ты написал время, в которое ты приехал, и подпись твоя. Ну, как на заводе, там, на смену приезжаешь. Я опоздал на 2-3 минуты. Я в субботу в Донецке нашел пробку. Я не знаю, как я ее нашел, но я ее нашел в субботу. Я опоздал на 3 минуты, и я сразу же в ту же секунду достал футборов. Отдал, и все. Ну, еще меня штрафовали за нецензурное выражение. Тоже в Донецком Таларке? В Динамо 2. Это что, это во время матча, или вы так себе позволили? Нет, надо на тренировке. Ну, так все это как-то было. Так говорят же, что наоборот, там эмоции можно выплестать, тренировка. Или прям вы вот так вот красиво сказали. Нет, нет, нет. Не то, что там, знаете, там была выстроена фраза из 10 слов, и вся из таких слов. Нет. Там где-то что-то проскакивало, там, такое. Ну, не серьезно, ну, такое небольшое. А в Харькове меня штрафовал Юрий Петрович, я делал, за каждое матерное слово, я делал 10 прыжков в колени и груди. Ну, где-то к концу тренировки где-то 100 набиралось в среднем. Это на каждой тренировке, или там быстро, раз потренировались и поняли, что не стоит? Нет, на каждой тренировке. Кстати, дополнительная еще тренировка. Кстати, по поводу сборной Украины. В прошлом году очень много было разговоров, ну, вот осенью, да, когда Михаил Иванович принял решение, что нужно вас позвать вместо выбывшего рыбки. Вы как тогда восприняли? Это так было для вас, ну, с энтузиазмом? Или вы все прочитали, вот, что вдруг свалилось сразу, а зачем Худжамова позвали? Он не работает, не тренируется? Я читал, я читал, конечно, я читал, но я же до этого вызывался в сборную, в принципе, нормально себя там вел и тренировался из-за всех сил, поэтому вызвали и вызвали, ну, выиграли две игры? Какие еще вопросы? Ну, да, слушайте, а столько было вопросов, что со скрипом выиграли. Вы заметили, что вот как-то там изменилось что-то именно в сборной, в коллективе, возможно, как-то в психологическом? В коллективе абсолютно ничего не поменялось. Все как было, отлично, так и осталось. Это не потому, что я там кому-то пытаюсь. Нет. Ну, как было, так и осталось. Все ребята между собой общаются, хихи-хиха-ха, там, перед игрой спокойно, нормально все. Ничего не поменялось. А игра чуть... Я так понимаю, вы хотите это спросить, да? Да, что же случилось? Мне сложно судить. Может быть, немножко поражение от Франции сыграло свою роль. Так это же еще год назад было и до сих пор все играет свою роль? Ну, вполне может быть. Я предполагаю, я точно не могу ответить. Мне сейчас сложно так взять так. Честно говоря, я даже это еще не анализировал, не думал об этом. Поэтому несложно так сказать. И если я что-то выдумал, я думаю, будет плохо. Так что, правда, вот так вот прям сложно отходить, потому что или там настраиваться. Наоборот, говорят, что может не донастроить. Ну, неужто там футболист на уровне сборной может там не донастроиться на Беларуси или на Македонии? Что это совсем другие ощущения, если ты играешь против там Македонии и против, ну, давайте, Испании вот у нас на носу. Ну, я так понимаю, что это, в принципе, может быть. Ты думаешь, ну, что, ну, может, они там просят какую-то твою ошибку там или какую-то недоработку. Может, они просят в свете того, что они не испанцы. Те, конечно, там они сразу... Испанцы наказывают в секунду, у них инстинкт убийцы просто развит. Только перехватили, добрый вечер сразу. А я думаю, я с этим больше связываю, что все-таки кажется, что вот, если я ошибусь, ничего страшного не произойдет. А сейчас уже футбол все научились играть, поэтому... Это, опять же, предположение. Так, а вы можете там предположить, выйдет сборная Украины из этой группы или нет? Я очень надеюсь, что выйдет. Что нужно с испанцами-то сделать, чтобы они не прикончили? Отработать это до... Ну, не знаю. Нужно говорить сейчас банальные фразы там. Биться до конца, за каждый день, все вместе. Еще, конечно, должно, я думаю, повезти в каких-то моментах. Без денег никак. А могу спросить, кого считаете вы сейчас лучшим вратарем? Вы болели за Нойера, когда было вручение золотого мяча? Ну, мне очень часто спрашивали по поводу Нойера, нравится ли он мне, видел ли я, что он сделал. Ну, как там... Он очень хороший вратарем, величина мировая, но мне его игра не очень импонирует. А чья импонирует? Чья? Ой, надо думать сейчас. В принципе, Диагу Лопасть не нравился. Ну, сейчас надо вспоминать. У Нигилицы, вот этот вратарь, Иньяма, по-моему, он вообще бешеный. Ну, в принципе, мне нравится. Не знаю. Сейчас уже никто не нравится. Та эпоха таких вратарей, на которых я равнялся, и уже уходит потихоньку. Так, а вратарь должен играть? Вот еще плюс, там, брать на себя какие-то функции последнего защитника, вот как делает Анноер, да? Хорошо играть ногами, скажем так. Да, да, да. Да? Хорошо играть ногами. Вас этого учили? Да. Постепенно учили. Опять же, Михаил Леонидович вылепливал правую ногу, потом уже начинал лепить левую ногу. Ну, левая нога, конечно, это она больше для самоката была. Или для ходьбы, чтобы толкаться ей. Ну, конечно, сейчас уже надо детей вратарей с такого, с очень маленького уже, где-то для девяти уже потихоньку готовить, готовить, очень-очень. Потому что это требование современного футбола, игра ногами. Вопросы-то закончились наши от болельщиков, вся эта тьма вопросов. Собственно, спасибо за то, что вы пришли, за то, что откровенно, я очень надеюсь, отвечали. Ну, и, конечно, команду вам хорошей игровой практики. Спасибо. Мы за вас болеем всё время. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.